Вот эта информация для тех, у кого с деньгами все лучше, чем у среднего человека россиянского. Есть такие товарищи, естественно. И она как раз сочетает отдельную особенность моей болезни. Что такое за моя болезнь? Моя болезнь, естественно, это глиобластома. Это четвертая группа рака головного мозга. То есть рак мозга четвертой группы глиобластома. Почему я сейчас все это дело вам рассказываю? Сейчас объясню ситуацию. Не так давно ушла из жизни Настасия Заворотнюк. Я никогда ее не смотрел, естественно. Люди радовались, потому что она была на телеканале СТС весьма интересным человеком. И вот вы думаете, что у нас глиобластома просто так пролетела мимо кассы, да? Вот так, мимо кассы. Так вот, глиобластомой у нас заразилась Жанна Фриске. На тот свет ушла, да? Михаил Задорнов, глиобластома. Не слышали, что ли? Да вожу до вашего сведения. Алексей Хворостовский, который хорошо пел. Тоже глиобластома. То есть она так бьет не просто по всем, а по лучшим. Давить, давить, давить. И возникает вопрос, а чего это они так мало-то живут? Вопрос в чем заключается? Если бы я был бы идиотом, я бы, наверное, так же мало бы и жил. То есть ориентировался на те страны, в которых они получали, типа, какой-то там непришелька были хвост лечения. А именно, капиталистические страны. Ну, естественно, капитализм же круче всех. Или вы не в курсе событий? Так вот, капитализм что делает? Капитализм хочет забрать у вас все деньги. И он это дело забирает. И давайте все-таки определимся, что в капитализме нет слова «здоровье нации». Здоровье нации где прописано? Ну, где прописано «здоровье нации»? А вы забыли, вы оттуда уже ушли, да, из Советского Союза. Это, кстати, плохо было. В Советском Союзе «здоровье нации» было на приоритете. Но, 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 но не все так развалились, естественно. Есть отдельные структуры, которые «здоровье нации» на первом месте. Что это за структуры? Что это за две структуры? У нас с одной из них прямая граница, естественно, есть. А со второй граница через два государства. И небольшое население, примерно ровно половина населения земного шара. Ну, это я так шучу, естественно. Но и в Китае, и в Кубе это все дело делается абсолютно неплохо. Естественно, я поехал сразу в Китай. Я всем своим товарищам всю жизнь говорил. Почему Заворотнюк не посмотрел YouTube, я не понимаю. Это, ну, надо было, я не въезжаю. Я просто делаю свои материалы, ориентируюсь на тех, у кого с деньгами это все очень проблематично. Я сейчас ничего не буду говорить, и потому что я благодарю Господу. Бога единственный человек, единственное божество, а это так оно и есть, на которое для меня, и я благодарю его за то, что он существует, это он дал мне возможность поречиться незадорого. И к слову о том, что меня, естественно, вызывают и говорят, а давай к нам проедете. Я говорю, ну, может быть, это и случится. Но я хочу, чтобы в Российской Федерации онкология у нас стала хроническим заболеванием. И, конечно же, то, что я делаю, а я, укусы пчел, это постоянно. Вот видите, две точки. В принципе, там ничего сложного нет. Залазите на YouTube и смотрите. Видотокс. Это яда голубых скорпионов где-то раз в два с половиной года. Это по-другому не получается. Ну, тавигил, клеймастин, лапирамид. Это то, что должно быть. Сегодня и сейчас, почему мне требуется ваша помощь? Потому что я живу в моногороде. А в моногороде очень сложно сейчас что-то вообще заработать, потому что у нас есть другое предприятие, которое работает вообще на халяву. Не буду ничего про него говорить. Вообще-то их два предприятия, ну, да ладно, которые говорят вам на халяву. Ну, это ваши проблемы. Не мои проблемы, естественно. Но мои проблемы в чем заключаются? Полное отсутствие финансовых средств. Полное отсутствие финансовых средств. И когда мне говорят, Лешенька, а ты же должен всю жизнь деньги зарабатывать, я пытаюсь их заработать. Ну, это так не получается, естественно. А все, что получается у меня скопить денежки, я только благодаря тому, что я еще работаю по принципу, который нам озвучил Леонид Ильич Брежнев. Экономия должна быть экономной на себе, естественно. Я экономлю на себе, при этом не сильно себя ограничиваю ни в чем. Но, к сожалению, это другие деньги, это другие материальные средства. И говорят мне, Лешенька, а ты ничего же не делаешь бесплатно? Нет, я бесплатно абсолютно точно сделал материалы. Посмотрите, пожалуйста, последний мой сюжет в течение года на YouTube, вы поймете, кому я сделал материалы. К сожалению, люди меня не помогли мне. Ничего страшного, я им помог. Дай бог, чтобы это случилось. Но если бы у вас была бы возможность, я бы это сделал, потому что у нас есть другие методы дополнительного лечения. Что за метод дополнительного лечения? Это китруда, офигенно дорогое, транспортное, в смысле, медицинское средство, которое, может быть, есть в дженерике, надо еще посмотреть. Но оно, по сути событий, это американское. А вот такая штука, как листья индиго. Что такое индиго? Индиго красил, ну, раньше красил вот эти джинсы цветочками. А листья, вот за листьями мне надо будет смотаться. К сожалению, ничего из того, что я перечислил, с исключением ядов пчел, здесь не растет. И то яды пчел нестандартные, они работают всего там полгода. Потом эти пчелы, либо вы ищите их, либо этого дела не получится. Все остальное, клеймастин, розуостатин и... А, лапирамид, это есть в аптеках. Это-то хорошо, а вот нету. Именно поэтому мне сейчас придется съездить сначала на Кубу, потому что я вам еще раз сказал, что лекарства, видотокс, это всего на два с половиной года, а потом уже мне нужно будет съездить либо в Индию, либо во Вьетнам. Это чистые тропики, и там есть именно эта штука под названием Индиго. Я постараюсь с ними узнать, если мы договоримся, то это будет еще один способ сделать мою часть жизни, а именно работу с онкологическими заболеваниями более успешной. Если вы не сможете помочь, помогите. Делать это несложно. Посмотрите внимательно мои сюжеты, и там есть точный материал. Хотя я вам сейчас покажу ту карточку, на которую вы можете мне денежки перевести. И давайте все-таки поборемся с онкологией. Как бы так? Я бы подумал, что это сейчас нам нужно. Потому как от онкологических заболеваний умирают у нас 65% населения.